Ну, приветствую вас, друзья, охотники, стрелки, оружейники и так далее. Сегодня хочу поговорить с вами о своем новом приобретении. Это новый карабин. Карабин Лось 145 в 307 калибре. 308 калибр это 7,62х51, для тех, кто не знает. Вот такой красавец. Стальной монстр в ореховом ложе. Ложе деревянное, пластиковые ложи для них пока еще не делают. Но есть умельцы, конечно, которые уже изготавливают. А так, ложе орех, твердое, хорошее, удобное, красивое. Сразу, после покупки я его снял, пропитал еще немножко дополнительно для самоуспокоения львовым маслом. Хотя, сразу скажу, что львовое масло оно впитало вообще практически минимум, потому что, видно, уже было пропитано с завода нормально. Но все равно. Каждый год, примерно, либо раз в два года покупаю новый карабин. Пусть будет. 308 калибров у меня уже три штуки. Это Сайга 61 исполнение. Это Собати Сапфир, 308 тоже. И теперь будет третий карабин в этом калибре, лось 145. Почему именно 308 калибр? Потому что у меня все взято именно для 308 калибра. Что релоуд, что и так далее. Буду заряжать сам патрон на него, подбирать пули хорошие. И все, будем пользоваться. Охотиться, стрелять по мишеням и так далее. Почему еще один болтовик? Сразу же вопрос. Все просто. Здесь хромированный ствол. Хромированный ствол, хромированный патроник. Это мне очень нужно. Потому что когда охотитесь с карабином черными стволами, для них нужно очень много ухода. Уход соответствует в том, что вы охотитесь в основном ночью с карабинов. Ночная охота это моросящий, как обычно, дождь. Особенно осень, поздняя осень. Небольшие снегопады, как у меня были в прошлом году при охоте на бобра и на кабана. Соответственно, приходишь домой, карабин нужно полностью вычищать. Стреляли вы с него, не стреляли, без разницы. Просто надо чистить сразу же. Почему чистить? Потому что к этому приходит понимание после того, как вы покупаете бароскоп. Бароскопом выглядываете ствол и сразу видите, где начинается копиться ржавчина какая-то, где-то какие-то потертости, микрораковинка какая-то, сыпь и так далее. Чтобы этого не допускать, нужно сразу же чистить. Хромированный ствол, соответственно, все эти нюансы немножко прощает. Можно более так к чистке относиться скептически. Чисто смазал по-быстрому и все. Не обязательно вычищать полностью. Обязательно полностью вычищать от меди, от карбоновых отложений. Это после 200-300 выстрелов, 400 максимум. После этого можно делать уже полную чистку пастами и так далее. А так, баллистолчиком, либо нейтральным маслом смазал, прогнал пару патчей. И как бы хватит. Ничего ему не будет. Ствол очень крепкий, выносливый, надежный. Вес карабина 3 кг, 400 г. Довольно-таки легкий, удобный, прикладистый. Примерно как мелкашка висит так же. Но мелкашка немножко поменьше может быть. 2,9-2,8. А здесь 3,4. Карбин, что сказать. В руки берешь, в принципе, он прикладистый, удобный. Целик у меня сдвинуть немножко вправо. Я с него сделал пару выстрелов, уже посмотрел. Пули пришли ровно по центру. То есть, имея в виду отклонение влево-вправо. Но немножко ниже. Сейчас мы это все проверим. Постреляем на 50 метров. Попробуем на 100 метров. Ну, на 220 метров я гон 30-ку поставил. Но не знаю, с механики попаду или нет. Потому что мушка довольно-таки толстая. 14 сантиметров примерно перекрывает на дистанции 50 метров. Карабин и лось выполняются у нас в двух исполнениях. Это с хромированным стволом. Да, были версии еще с черным стволом. Возможно, они до сих пор выпускаются. Но я таких магазинов не встречал. В принципе, меня интересовал именно хромированный ствол. Тот нюанс, когда говорят, что хромированный ствол менее точен, чем черный ствол. Я думаю, я считаю, что это все просто бред и сказки. По точности они примерно одинаковые. Все. Нету никакой там разницы. Просто идет дополнительное покрытие ствола изнутри. Чтобы не было никаких проблем с ржавчиной. И, соответственно, повышается его ресурс. Ресурс также разрешает стрельба биометаллом без проблем. Ничего ему не будет. Есть у меня товарищ хороший. Это Александр Графов. Привет тебе, Саня. Он стрелял со своего лосяца 45-го. Семь с половиной тысячи выстрелов. В основном это все был биометалл. Проблем с кучницей не было. Кучницей как была у него. Два, максимум три сантиметра. Нормальным патронами. То и полтора сантиметра он стрелял. Она к семи с половиной тысячи выстрелов даже не упала. Это еще один был критерий взять именно этот карабин. Если рассматривать другие карабины. Это те же наши горностаи, ВПО, таежники и так далее. Они как-то немножко, не знаю, мне они просто не зашли. Я их видел в магазине, подержал в руках. Когда у меня лицензия была на руках. В руку немножко не ложится. То тянуться надо очень далеко, то еще что-то. А лося берешь, он прямо в руки ложится идеально. Вкладка с него удобная. Даже с механического прицела. Для чего нужен механический прицел? Это в основном для охоты днем. Какие-то загонные охоты. Для добирания зверя. Например, в ночь выранили зверя, он у нас убежал. Потом дожидались немножко утра раннего. Сняли всю оптику, чтобы она не мешалась. Чтобы для очень быстрой стрельбы на коротке. Бах, и все готово. Такой опыт мне и раз пригодился при доборе кабана рано утром в прошлом году. В комплекции с винтовкой поставляются у нас уже два магазина. Два магазина пластиковые. Коробщи этого типа. Однорядные. На три патрона. Три патрона. Четвертый может загонать патрон в патронник. И, соответственно, у нас получается четыре патрона. Затвор. Затвор здесь имеет угол поворота рукоятки 60 градусов. 60 градусов обеспечивается у нас тремя боевыми упорами, которые сделаны на затворе. Такое четкое запирание. Имеется небольшая ступенька. В среднем положении. Далее заводится как бы пружина, так понимаю. Затвор входит туда-сюда легко очень. Падает под своим весом тоже. Сейчас здесь вместо маски никакой нету. Вся сухо. Сделано сколько-то выстрелов. Выстрелов может быть 40. Не меньше. Соответственно, небольшой образуется нагар, который мешает затвору уже падать более-менее так легко. Но, тем не менее, все происходит нормально. Затвор у нас извлекается в заднем дальнем положении. Нажимается спусковой крючок более сильно. И он выходит спокойно. Три боевые упора, которые не выходят за габариты самого стебля затвора. Разбирается он легко. Не нужны никакие отвертки, пассатижи и так далее. Просто одним движением все в руках. Разбирать сейчас его не буду. Может быть, потом попозже покажу. Хотя об этом видео полным-полно. Что мы по нему еще сказать? Здесь мы видим сбоку газотводное отверстие. Три штуки. Газотводное отверстие нужно для того, чтобы в случае пробивания капсуля у гильзы, у патрона, выхлопные все эти газы от давления повышенного идут, соответственно, куда вам лицо. Эти газовые отверстия для того нужны, чтобы сбрасывать это давление избыточное. Соответственно, вам лицо ничего не прилетает. А избыточные газы уходят вбок. И вы их особо не ощущаете, не видите. Может быть, только легкий запах пороха, а не более того. Далее вставляем обратно его. Вставляется все просто. Загоняется и все. Получается, сейчас у нас боевая пружина заведена. Ставим на предохранитель. Лепесток затвора кверху не поднимается, и поэтому при охоте вы его потерять не сможете, как сделано на некоторых винтовках. При даже поставленном предохранителе затворы вытаскиваются и теряются, как я такое слышал. Снимаем с предохранителя. Затвор можно поднять, излечь патрон, стрельную гильзу и так далее. Спускается со взвода таким же простым движением. Флажок поднимается кверху. Нажимаем спуск и опускаем флажок. Все. Пружина боевая спущена. Карабин на дольном стрельце также имеет у нас гайку защитную и резьбу 15М1. Правая. Резьба довольно-таки длинная. Можно спокойно вешать любые ДТК для снижения отдачи. Баночки для снижения звука, для снижения звука и отдачи, повышения кучности. Соответственно, с этим карабином вес увеличивается, его длина и габариты тоже. Кому-то банки нужны, кому-то нет. В данном случае сейчас буду пока стрелять без банки, без всего. Ржавчины я никакой не наблюдаю. Прямо с завода все. После покупки карабина дома его разобрал, посмотрел. Все идеально сделано. На луже также сделан, как написано, беддинг. Ствол вывешен, бумага спокойно проходит практически до конца. Неплохой карабин, очень неплохой за эти деньги. Сейчас он стоит примерно, не обошелся в ровно 70 тысяч рублей по данной цене. Есть в магазинах цены по 78, но когда приходите в магазин, пробуйте просить скидки. В принципе, скидывают. Мне скинули тысяч пять примерно. И нормально, я его забрал. Тыльник здесь идет у нас, пластик типа такого и резина. Отдачу он особо не снижает, потому что... Но здесь, в принципе, отдача и так небольшая. 308-й калибр особо не легается. Немного прыгает, конечно, ствол при стрельбе, но это не критично. На куче света особо не отражается. Антабки уже были поставлены. Переднюю я, конечно, снял. Буду ставить сошки сейчас и стрелять. Попробуем, постреляем. Посмотрим, на что он способен. Понятное дело, сейчас стрелять я буду просто барнаульскими патронами с механикой. Там особо кучи рассмотреть нечего. Если летит, там пять сантиметров метров за глазами хватит. При постановлении сюда оптики на планку Пикатинни у нас Пикатинни стоит на двух штифтах и трех винтах. Даже, наверное, на трех шплинтах, потому что один шплинт, как говорят, сделан поцелить. Все, она крепкая, надежная, стальная, очень мощная. Ставить можно любой прицел, хоть тепловизоры, цифровые, что угодно. Поставим мы сюда прицел оптический. Попробуем пострелять уже потом на кучность разными патронами. Пострелять будем разной дистанции. 100, 200, 300 метров. В принципе, дальше мне уже не нужно. Если его кучность нашими обычными барнамутскими патронами составляет на 100 метров 5 сантиметров, этого за глаза просто хватает. Но, как показа практики, они могут лететь и в 2, и 3 сантиметра спокойно. Ладно, ставим сошки. Сошки я взял самые простейшие, дешевые, китайские. Грубо говоря, там 2000 рублей они стоили. Но с качалкой. Причем еще слабые качалки. Ну все, примерно в таком исполнении наш карбинчик. Попробуем, только постреляем на дистанцию 50-100 метров. Патроны будут барнолы 10 килограмма, оболочка. Самое главное, механика, просто понимание, куда пуля идет. Подвело примерно центру и все. Таким механические специальные приспособления, они особо-то будут не нужны. Так редкое использование. Открываем нашу коробочку, достаем 3 патрончика. Обязательно используем либо наушники, либо беруши. Магазин достается довольно-таки легко, но если доставать, именно заберете заперед. Здесь специально идет... В магазина специально здесь идет, как бы, вот такие круги, выемки под пальцы. Брать нужно именно за них и вытаскивать, и вставлять. Если будете брать за середину магазина, вы просто не вытащите. У вас будет, он идет наперекос, штифт получается, этот оперение, и все. Вы его будете очень плохо вытаскивать. А вытаскивайте заперед, никаких проблем с этим нет. Патроны загоняем. Загоняются они легко. Сам магазин пластиковый, на верхней части, где эти зубы захвата идут. Соответственно, они металлические. Заряжаются в магазине хуже, чем на иномарке. С иномаркой опыт у меня тоже был, сами знаете. Пробуем. Стреляем на дистанции 50 метров. Три пульки, потом на 100. Целиться буду, мишень круговая, черная, белая. Целиться буду примерно в центр. Легается довольно-таки ощутимо. Для этого лучше ДТК. У Калашникова у них тоже, при производстве ДТК тоже есть. Я посмотрел, они тысячи. Вот двух там до трех стоят, где-то побольше немножко. Цены скачут. Надо будет посмотреть тоже. Может быть купить или поставить. Ладно, готовим магазин. Хотя магазин еще готовят. Сейчас давайте покидаем сладка и стреляем на 100 метров сразу же. И посмотрим, куда прилетят наши патрончики там. Самый главный тоже момент в болтовой винтовке. Как ложится патрон в лоток. Потому что бывает, кидаешь его как попало, загоняешь и, соответственно, он может стать очень плохо и не заслаться. Здесь же проблемы такой не видел. Я закидывал, пробовал, тренировался. Также в лесу проблем никаких не было. Ладно, стреляем сейчас на 100 метров. Чисто посмотрим, как куда прилетает. Ставим на предохранитель. Нужно сошки немножко подвытащить. Наклон стола, получается, к низу идет. И поэтому плоховато будет. Ладно, попробуем. Там еще гонки висит. Но это уже потом. Дистанция 100 метров. Мушка немножко крупноватая, поэтому собирать какие-то сантиметры на 100 метров это уже не то. Ну ладно, попробуем. Дистанция 50 метров. Пули ушли выше так существенно. Пули к пуле легли. Раз и два. И один отрыв. Но это, возможно, сам сделан. Сами понимаете, мушка у меня перекрывает примерно всю эту плоскость. Она вот так вот стоит у меня. Целился хотя сюда, где-то в этот район. Но пули ушли выше. Так что, возможно, мушку надо будет немножко опустить. СТП. Это пуля 12-го калибра. Но ее тоже можете внимания не обращать. Сейчас перейдем на 100 метров. Посмотрим, что там. Дистанция 100 метров. Пули ушли так же выше, что и на 50 метров. Попадание примерно в одну область. Раз, два, три. Кучка более-менее для охоты за глаза с механики хватит. Так, получается, барнул. Самый дешевый патрон прилетел с механики. Ну, 8 сантиметров, грубо говоря, подальний. Более-менее. Но надо опускать, соответственно. Опускать где-то сантиметров так на среднее СТП, где-то 16 сантиметров. Это весомо. Это оборот точно будет, чуть побольше. Сейчас мушку у нас поднял. Есть пословица. Пуля мушку уводит. Соответственно, если СТП кверху, нужно мушку поднять. Сделал примерно оборот с копейками. Сейчас попробуем стрельным. Попаду, не попаду. И все. На этом стрельбу закончу с механики. Гон, попадание есть. Все отлично. Сейчас давайте еще один патрончик на 50 метров для закрепления. И все. Ну, давайте два. Один на 50, другой на 100. Ну, гон, попали. Гон 20 на 100 с механики. И на 101. Идем, смотрим, что у нас получилось. Тем самым закрепляем данный материал с механического прицела. Ну что, друзья, на 50 метров мы, правда, добились. Опустили. Прилетело, можно сказать, яблочко. Все. Больше механику я не трогаю. Все отлично. Карабин в руки берем. Идем на 100 метров. Если на 100 метров более-менее тоже, то все. Далее ставлю прицел. И пробую пристреливать прицел уже. Гон, попадание в левую часть, прямо в ухо. Ну, он, примерно, сливается весь тоже так, на авось. На 100 метров пуля легла ровно в центр. Прямо просто идеальнейший. А в гонке я уже немножко сорвал. Корабин поставим рядом. На 100 метров пуля легла прямо идеально. Куда надо. Ну все. Была бы разрешена охота на побору птицы, как раньше, с 308 калибра. Можно было спокойно отетерево идти с механическим прицелом. Гонг стрельнул. Сталь бронированная, 12 миллиметров. Даже мятинки малейшей не оставила. Просто краску чуть выбила. Ну да, все. Нормально, пойдет. Попробуем в гонг. Дистанция примерно 226-230 метров. Гонг 30-ка. Попробуем стрелять с механики. Один выстрел только. Попаду, не попаду. Попадание есть. Отлично. Попало куда же интересно. По нижней части. Ну нормально. Ну вот, друзья, механика пристрелена. Сами видели, на 220 метров стрельнул и попал прямо в гонг 30-ку. Фичка в том, что отстрелился по верхней части, а падение пули-то идет здесь 20 сантиметров ровно. При скорости 744 метра в секунду данный видом патрона. Ну нормально, попадание есть. В принципе, самое главное, что влево-вправо сноса не было. Идеально в нижней части гонга. Я думаю, вы это прекрасно видели. На 100 метров, на 50 метров к нулю подвел. Все четко. Кучность с механики. А мне, говорит, смысла нету. На 100 метров где-то 80 метров бахнул. Можно еще раз бахнуть. Можно в 4 сантиметра зреть. Можно в 3. Как получится. На механике я не настаиваю. Она пусть так и будет. Самое главное, что я подвел. И на 220 метров даже по голове зверя попасть можно без проблем. Но нужен хороший упор. Хотя бы сошки. Что сказать по карабину? Карабин, в принципе, доволен. Ничего плохого сказать пока по нему не могу. Да, отдача такая немножко чувствуется. Если ДТК поставить, простоейший какой-нибудь, то я думаю, она будет снижаться. Но для охоты 2-3 выстрела за глаза этого хватит. Для загонной охоты подойдет. Для стрельбы оптики. Сейчас мы это все проверим. С механики стрельба возможна. Даже по гонкам на эту дистанцию. В принципе, пока радует. Резьба здесь хорошая. Банку пробовал, ставил. Свойственность идеальная. Все четко сходится. Ладно. Будем тогда с вами прощаться на этом. С вами был Александр. Если что, пишите. По карабину лось. 145-й. Либо как 10-я модель. Пока все нормально. Патронами стреляю пока самыми дешевыми, самыми простыми. У которых кучность. Если 5 сантиметров летят, то это уже хорошо. Ладно. Счастливо всем. Пока. Счастливо.